Его проблемы недостаточно важные, ну потому что он же ребенок, какие у него могут быть проблемы? 55% школьников в наших школах у учащихся сталкивались так или иначе с буллингом. Ой, у мамы из-за тебя разболелась голова. Вот зачем ты так шумишь? Ребенок, бац, чувствует себя виноватым. Какие-то намеки от ребенка будут исходить. Надо просто их правильно прочитать. Эта жертва всегда живет с двумя ключевыми эмоциями. С эмоцией вины и с эмоцией стыда. Выдавайте ему телефон на 20 минут в день, отключите интернет. Мне сейчас стыдно, мне сейчас злобно от того, что я обнаружила, что ты это смотришь. Когда у нас идет яркая эмоционирующая реакция от ребенка, это значит, что опыт ему знаком. Вопрос только в том, кем он в этом опыте является. Жертвой или агрессором? Родитель узнает постфактум, что это произошло. Тогда мы выжидаем 11 минут. Почему 11? Потому что это среднее время расщепления гормона злости в крови. Вообще идеально было бы перевести ребенка в другую школьную среду. Здравствуйте! Это программа «Актуальный разговор». Меня зовут Альбина Плечук. Сегодня будем говорить об опасном в интернете. Как уберечь от этого ребенка? Говорить на эту тему будем мы сегодня с нашей гостью, с Ульяной Рокчеевой, клиническим и семейным психологом. Ульяна, здравствуйте! Здравствуйте! Тема у нас сегодня такая непростая. Как у нас у журналистов говорят, инфоповод для нее заключается в том, что вот вчера буквально накануне все СМИ федеральные написали о том, что депутаты Госдумы дружно, все практически фракции, Единой России, Справедливая Россия, ЛДПР, КПРФ, они заявили о том, что сейчас как раз занимаются разработкой законопроекта, который направлен на борьбу с травлей в общеобразовательных учреждениях. То есть надо понимать, что, видимо, будет какое-то оформленное понятие травля, видимо, будут какие-то механизмы отслеживания этого, наказания за это. Справочно добавим от себя, что вот в России по официальной статистике 55% школьников в наших школах у учащихся сталкивались так или иначе с буллингом, и при этом четверо из десяти признались, что стараются об этом прям вот никому не рассказывать. Как вы считаете, нужный закон? В современных условиях закон очень нужный. Помимо того, что этот закон нужен в первую очередь для детей, это нужно еще и для нашего будущего взрослого. Для педагогов этот закон тоже очень важен, потому что часто и педагог может стать жертвой травли со стороны учеников. Для родителей это очень важный закон, потому что гораздо приятнее и комфортнее отпускать своего ребенка в среду, где ему будет безопасно, где его не покалечат психологически, физически, потому что элементом травли является также и физическое насилие над ребенком. 55% подвергаются буллингу. Ну, конечно, ужасающая совершенно цифра, показатель. По вашим оценкам, как думаете, ну, в Татарстане, какая примерно ситуация? Хуже, лучше? Мне, конечно, очень хотелось бы говорить, что ситуация лучше, но на самом деле... Ну, из тех родителей, хорошо, из тех родителей, которые обращаются к психотерапевту, вот с вашей специализацией, детская, подростковая, психотерапия, чаще всего... Вот это вот самая частая проблема обращения? Моего ребенка, который я в школе? На самом деле нет, эта проблема стоит, наверное, на третьем месте. Сразу после травли в семье. Ого! То есть у нас... Это взаимосвязанные вещи или нет? Да. Или это совершенно два разных, две разные темы? Нет, к сожалению, это взаимосвязанные вещи. И тот ребенок, который с высокой долей вероятностью станет жертвой в процессе буллинга в школе, имеет похожий статус в семье. Причем это может быть не такая явная жертва, что этого ребенка там в семье как-то избивают, унижают. Но в этой семье будет нарушение психологических границ ребенка. Что это значит? Вот прям пример приведите. Ну, допустим, его мнение недостаточно важное. При планировании, ну, например, семейных выходных. Или его проблемы недостаточно важные. Ну, потому что он же ребенок, какие у него могут быть проблемы в его возрасте? Вот у нас взрослых проблемы, а у него так ситуации. То есть есть предпосылки. И еще один очень важный момент, когда в семье, в принципе, очень много присутствует чувство вины у ребенка. Например, ой, у мамы из-за тебя разболелась голова. Вот зачем ты так шумишь? Ребенок, бац, чувствует себя виноватым. И вот эта вот жертва буллинга, неважно, в семье, в школе, на работе, эта жертва всегда живет с двумя ключевыми эмоциями. С эмоцией вины и с эмоцией стыда. Потому что стыдно рассказать об этом. Стыдно быть слабым. Если родители этого не осознали, что их лепта тоже в этом есть, и, например, они искренне думают, что они вот сейчас пойдут и разберутся с обидчиком. А давайте для начала наделим советами, вот как, например, родителю такому, который вот обнаружил, что его ребенка, кажется, травит в школе, независимо от того, он сам своего ребенка дома травит или нет. Как понять, по каким признакам? Как это можно сказать? Во-первых, у ребенка возникает острое нежелание ходить в школу. Причем он может не вербализировать, не словесно об этом говорить, а, например, температура резко подскочила или тошнота резко появилась. То есть разговаривать на телесном языке, на психосоматическом языке. Также у ребенка можно обнаружить какие-то депрессивные паттерны поведения, моменты поведения, которых у него никогда не было. Например? Например, плаксивость, истеричность или, наоборот, замыкание. То есть он может как демонстрировать яркую эмоцию и тем самым привлекать внимание, помоги мне, обрати на меня внимание, либо, наоборот, забиться, скрыться, не трогай меня, ты мне все равно не поможешь. А вот как раз я хотела спросить, как правило, эти дети, мы, конечно, вот читаем, что 39% стараются никому об этом не рассказывать, а все-таки они об этом в какой-то завуалированной форме говорят, вот вы говорите, кричит, внимание привлекает, ну, кричит условно. Все-таки стараются молчать и всячески отстраняться, чтобы их не раскрыли, или какие-то намеки от ребенка будут исходить? Надо просто их правильно прочитать. Я думаю, что все-таки намеки будут, потому что психика вещь такая, что как бы нам не было стыдно, но мы все равно будем нуждаться в помощи. И вот эти вот намеки могут выглядеть, как, например, слишком яркая эмоциональная реакция на какой-то незначительный стимул. Например, по телевидению увидели какую-то ситуацию с конфликтом между детьми. Ребенок на эту ситуацию может дать яркий стимул. Например, ой, да все понятно, ой, да это он сам виноват. Вот такие вот моменты, скорее всего, будут говорить о том, что ребенку знаком этот опыт. В любом случае, когда у нас идет яркая эмоционирующая реакция от ребенка, это значит, что опыт ему знаком. Вопрос только в том, кем он в этом опыте является. Жертвой или агрессором? Что делать родителям? Вот они узнали, что их ребенок, например, жертва буллинга, травли в школе. Дальше что делать? Прямиком топать к обидчику, к его родителям, к директору, в полицию. Первичным этапом является общение с ребенком. То есть так как наша задача как родителей, самое главное, это обеспечить комфортное и доверительное отношение с ребенком, то мы и начинаем разговор с ребенком. Скажи, пожалуйста, вот эта ситуация действительно есть? Ну, в зависимости от ответа ребенка мы можем продолжать эту тему дальше. Если ребенок сейчас скажет нет, значит вот сейчас ему просто дать информацию о том, что, ты знаешь, я владею другой информацией. И когда ты будешь готов со мной поделиться, ты всегда сможешь ко мне обратиться. То есть сейчас в данный момент тепленьким его не брать, не настаивать, да, до слез не доводить, не выводить на разговор, на откровенный. Вот раз закрылся, дать понять, я рядом. Да, но сильно тянуть с моментом его открытия тоже не стоит. Наоборот, необходимо после закрытия как можно больше доверительных разговоров не на эту тему. Внедрить в ребенка мысль, что я как родитель, я безопасен. Вот я приму твое закрытие, но знай, что если ты откроешься, я создам тебе комфортные условия. Посмотри, какой я для тебя комфортный. Ребенок все равно должен открыться. Ну, при условии, конечно, что отношения между родителем успели сложиться доверительные. Если ребенок не открывается, если ребенок категорически говорит про штыки или так далее в том же духе, то мы идем в школу, ну, в то место, где совершается травля. Мы идем к классному руководителю, первичная инстанция. После разговора с классным руководителем мы, может быть, выжидаем какое-то время, потому что классный руководитель тоже должен найти какие-то рычаги воздействия. Но здесь тоже очень важно понимать, что классные руководители, я сейчас ни в коем случае не говорю про всех, но они тоже могут способствовать развитию травли над каким-то учеником, если он прям очень сильно чем-то отличается. Каким образом? Ну, например, его публично стыдить за невыполненное домашнее задание. То есть, когда мы к критериям объективного оценивания, таким как школьная оценка, добавляем еще и свои личные критерии. А, ну, все понятно, ты опять прогулял. Или, а, ну, все понятно, ты опять весь вечер сидел в телефоне. То есть, вот этого личного «все понятно» его надо исключать из системы оценивания. У нас есть объективная оценка, два. Ну, ладно, кол. Ну, вот и оперировать мы должны этим. Далее, после классного руководителя, если ситуация никак не меняется, или наоборот ухудшается, потому что дети же могут обозлиться, те, которые были ограждены. Пошел на голову. Да, ты что, слабак. Вот в этом случае вообще идеально было бы перевести ребенка в другую школьную среду. А как же, как же? Ну, вот получается, что он из этой среды, сложной для него психологически, перешел в другую. Там ничего не решил. Это же вопрос открытым остался. Это же не очень хороший опыт. Он ушел оттуда, ну, в состоянии слабака. Он ушел оттуда в состоянии жертвы. Да, жертвы. Вот здесь я очень часто привожу пример. Представьте, давайте представим, что мы с вами находимся в горящем доме. Вот на нас сейчас балка упадет. Вот нам лучше оставаться в ситуации горящего дома и выходить оттуда победителями, то, что мы прошли сквозь эти испытания. Или нам лучше побеспокоиться о себе и перейти из горящего дома, который горит не по нашей вине, в новый дом. Ну, убедили вы, пожалуй. Я рада. Поменять школу, поменять район, может, даже место жительства. Это вариант, да? Это неплохой вариант в этой ситуации. Если травля действительно очень сильная, то есть там же тоже несколько градаций вот этого буллинга есть. Есть просто насмешки, а есть, ну, прямо открытое выживание. И вот здесь ни в коем случае не надо ждать, что у ребенка мигом сейчас сформируются все психологические защиты, которые позволят ему выйти победителем. Нет у него этого. Да не каждый взрослый-то справится с травлей и буллингом. Просто мы, взрослые, разрешаем себе иногда уходить из нехороших отношений, а детей своих мы почему-то оттуда не всегда выводим. Ой, это, конечно, очень сложная тема. А какие еще существуют опасности в интернете, может быть, какие-то опасные видео, какие-то группы? Что еще должно насторожить родители и о чем это может говорить, на что это может намекать? Ну, так как сейчас век доступности любой информации, то к таким опасным видео можно отнести и те же самые взрослые видео с пометкой 18+. И видео здесь уже не очень хорошее. Как ребенок, например, готовится к совершению суицидальной попытки. Есть и такие видео, есть и видео, в которых ребенок сам открыто признается, что ему плохо жить, что как было бы здорово, если бы меня не было. То есть тема суицида активно поднимается в этом видео. Есть видео, где открыто показывается издевательство над теми же животными, над людьми по каким-то своим соображениям, может быть, личным, может быть, не только личным. То есть вот любое такое видео может стать достаточно опасным для ребенка, если родитель вовремя не объяснит, что ребенок сейчас увидел. Так, вы говорите, если родитель не объяснит, это предполагает, что родитель узнает постфактум, что это произошло. Вот он узнал. Первая реакция какая у него? Шок. Желание наругать. Как себя вести правильно? Если родитель увидел, что ребенок осмотрел вот это. Здесь у нас должна действовать презумпция невиновности. Если родитель никогда раньше не знал, что ребенок это смотрел, то априори мы считаем, что ребенок впервые столкнулся с этим, и он это посмотрел не очень сознательно. То есть родитель в этом случае, если начнет ругать, то поступит достаточно нечестно по отношению к ребенку, потому что он же действительно мог первый раз это увидеть. И вот так попался на этом. И здесь очень важно родителю в первую очередь спросить у ребенка, скажи, пожалуйста, а что ты сейчас посмотрел? Вот как ты думаешь, что ты сейчас увидел? Ребенок ответит. Он либо стушуется, например, если мы будем говорить про видео для взрослых, он либо постесняется, стушуется, как-то попытается уйти, так начнутся хихиканье, хахаканье. То есть это сигнал о том, что ребенок увидел это не в первый раз. Так. Вот по этому сигналу можно уже потом корректировать свою реакцию. И здесь опять-таки мы отталкиваемся от ответов ребенка. Ты хочешь со мной сейчас обсудить вот то, что ты сейчас увидел? Может быть, ты хочешь задать какие-то вопросы по поводу того, что ты увидел? Неужели он скажет «да»? Ну, при доверительных отношениях скажет. Потому что это же интересно. А к кому детям еще идти удовлетворять свой интерес? В идеале к родителям, в реальности к одноклассникам. Вы сейчас говорите про идеальный вариант. Вот так вот родитель сидит, вот как на этой нашей картинке, спрашивает «хочешь об этом поговорить прямо сейчас?» На практике же происходит обычно иначе. Если родитель увидел постфактум, например, там в браузере, в поисковике, что ребенок вот этим интересовался, как себя вести, в какой момент, до скольки считать, прежде чем выдохнуть, и подойти на холодную голову с ребенком поговорить об этом. Как его вывести на чистую воду? Надо ли это делать вообще? Надо ли давать понять, что я про тебя знаю? Или втихаря отключить, поставить фильтры на поисковик, на браузер и, не знаю, выдавать ему телефон на 20 минут в день, отключить интернет? Как себя вести правильно и какие основные ошибки совершают родители? Основная ошибка – это опять-таки нарушение личного пространства ребенка. Если мы это увидели в его компьютере, в его телефоне, то говорить о том, что я знаю, что ты смотришь, означает лишь то, что я залезаю в твой телефон. Твой телефон – это не твое пространство. Твоего пространства здесь нету. Здесь мы делаем втихаря. Так, ну да, согласна, стыда в этом признаваться. Да. Мы родители, мы должны это контролировать. Ну, это в первую очередь безопасность наших детей, да. Если же мы обнаружили, что ребенок смотрит это на компьютере общего пользования или в нашем телефоне, боже упаси, то тогда мы выжидаем 11 минут. Почему 11? Потому что это среднее время расщепления гормона злости в крови. Вот такая раскладка. Да, ну, желательно 11 минут подождать. И после, ну, лучше полчаса. И после этого времени мы подходим к ребенку, мы показываем, что мы это увидели, и мы высказываем свое эмоциональное отношение к этому видео. Не к тому, что ребенок его смотрит, а именно к этому. Мне не нравится, что здесь показывают. А не нравится мне, потому что… Ну, и парочку критериев, почему нам это не нравится. И мне бы не хотелось, чтобы ты это смотрел для того, чтобы у тебя, ну, не сформировалось что-то, что-то. Или твое поведение не оказалось бы вот таким, как на этом видео. То есть, в первую очередь, это основное правило, дорогие родители. Мы работаем с ребенком только через «я-сообщение». Мы не говорим «ты плохой, ты смотришь эти видео». Может, не плохой, может, что-то интересное действительно оказалось. Мы говорим, что мне сейчас некомфортно, мне сейчас стыдно, мне сейчас злобно от того, что я обнаружила, что ты это смотришь. Если ребенок посмотрел это, как вы говорите, у нас в презумпции невиновности, будем думать, что в первый раз, означает ли это, что он, ну, скорее всего, на это подсядет? Если мы будем прям активно муссировать эту тему через запреты, то у нас же сработает принцип «запретный плод сладок». Ребенок будет находить способы это посмотреть. Пусть не дома, но он пойдет, посмотрит это в телефоне у одноклассника. Потому что, в принципе, у нас все дети, ну, интересуются похожим в зависимости от своей возрастной категории. Ребенок все равно найдет место, где это посмотреть. Поэтому нам очень важно проговорить с ребенком, что вот он там увидел. И сформировать у ребенка свое личное, то есть не наше родительское, а свое личное ребенка, отношение к тому, что он увидел. Чтобы он сам сделал оценочное осуждение, что это плохо. Это важный навык. Он ему в будущем поможет отличать черное от белого? Я думаю, это ключевой навык эмоционального интеллекта у ребенка. Иметь свое мнение и возможность самому делать выбор, хорошо это или плохо. Не вестись на какие-то, ну, не знаю, настроения или тенденции. Минуточку до конца эфира остается. Мне хочется подвести итоги голосования, которые мы в начале выпуска традиционно до эфира еще запускали. Мы спрашивали вас, уважаемые зрители, а вот вы знаете, что ваш ребенок смотрит в интернете? Да, знаю, всегда все контролирую. Так ответили 17%, абсолютное большинство. 70% неполных сказали, стараюсь быть в курсе, но не всегда получается. И 13% ответили, он, она, ну, ребенок, дочка, сын сам решает. Я своему ребенку доверяю. Как вы считаете, вот в этих вопросах стоит детям доверять? Вот в какой момент мы еще вправе все контролировать, как ответили 17% наших телезрителей? А когда вот нужно уже бразды отпускать? Я думаю, что, ну, как минимум до подросткового кризиса, до вторичного подросткового кризиса в районе 15-16 лет, мы как родители еще имеем право контролировать и присматривать за ребенком. И я думаю, что вот этот вот ответ, он, она это решает, скорее всего, это отвечали родители уже более старших детей. Потому что к 7-летке, ну, он бы не очень подошел, этот ответ. И не должен был бы подходить. Потому что в 7 лет у детей еще недостаточно развита функция самоконтроля, и им нужна наша помощь. И в этом случае в контроле нет ничего плохого. Вот еще одна ключевая мысль, которую я бы хотела донести. Самоконтроль, как внутреннее свойство психики, формируется только при условии адекватного внешнего контролирования. Мягкого, доверительного. Да. С наказанием и поощрениями. И поощрениями, это тоже очень важно. Ген, спасибо большое, что вы сегодня были с нами. Спасибо за полезные советы. Приходите к нам еще. Хорошо, спасибо. Это была программа «Актуальный разговор». Об опасном в интернете мы сегодня говорили и выясняли, как же уберечь от этого ребенка. Подписывайтесь на канал «Татарстан-24». Не пропускайте интересные выпуски. Жмите колокольчик. Субтитры подогнал «Симон»